Всем привет! Это YouTube-канал Южная Америка на русском языке, и, как обычно, мы рассказываем вам самые интересные и любопытные новости об одной из самых интересных и, пожалуй, самых любопытных стран мира в текущий момент — Аргентине. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и приготовьтесь. Будет очень интересно. Поехали! Ну а перед тем, как далеко убежать в джунгли, хочется пару слов рассказать про ситуацию с Украиной и с украинцами. Да-да-да, вы не ослышались. Нас она здесь тоже коснулась, потому что Украина действительно, как государство, это подтвердилось, это слабо верилось, но это произошло. Украина приостановила предоставление консульских услуг своим гражданам. В Аргентине одна из самых больших и самых многочисленных диаспор украинцев и граждан Украины, которые переезжали сюда с начала 90-х годов. И многие годы все эти люди не получали гражданство Аргентины, хотя, безусловно, могли и имели все необходимые для этого права. Но не получали из вполне себе честных побуждений, потому что, как гражданин Украины, они не могли иметь второго гражданства. Это не было предусмотрено конституцией их страны происхождения. Да и, честно говоря, здесь тоже гражданство Аргентины не то, чтобы им было очень необходимо, потому что они могли совершенно спокойно использовать внутренний документ, который называется ДНИ, так называемые ДНИ-перманенты, это постоянный вид на жительство, и жили они себе, поживали совершенно замечательно, никто их не трогал. Но вот конкретно сейчас, из-за того, что такая мера произошла, мы действительно связались с посольством Украины, позвонили туда и нам подтвердили, что здесь, в Аргентине, на текущий момент пока что невозможно получить консульских услуг. И это очень плохая практика, это очень плохая ситуация, с которой теперь нам всем предстоит жить, потому что эта же самая ситуация вполне себе может развернуться для граждан других стран, таких как Белоруссия и Россия. Все мы здесь, так или иначе, вне зависимости от политических взглядов, находимся в одной лодке, и все мы хотим жить. Итак, что делать, если вы оказались в такой ситуации, какой выход из этого положения и на что вы вообще можете рассчитывать? Мы пообщались сразу с тремя специалистами, и их консенсусное мнение, оно сходится в том, что это все политическое, безусловно, решение абсолютно, как в случае с Белоруссией, так в случае с Украиной, и все это политическое решение так или иначе может ложиться в основу вашего кейса о беженстве здесь, в Аргентине. Так что, если вдруг вы напрягаетесь на тему того, что сложно жить в Европе, что сложно жить в Канаде где-то еще, ласкаво просим его, добро пожаловать в Аргентину. И здесь вы также можете рассчитывать на беженство, и вот поверьте, местные правозащитные организации сделают все для того, чтобы ваша жизнь была на первом месте, и чтобы вы здесь спокойно могли жить, как до вас это прекрасно получается делать у всех, кто переезжал сюда с начала 90-х годов. Так что, жизнь ваша, время ваше, и да, это отличный повод собрать ваше дело о беженстве здесь, в Аргентине, податься на это самое беженство, жить и спокойно развиваться. Другой вопрос, конечно же, это качество жизни здесь, в Аргентине, и вообще структура этой самой жизни. Но об этом поговорим прямо сейчас. Когда я готовил этот выпуск, я долго думал о том, какими критериями вообще должна обладать хорошая страна. Потому что слово «хорошая» оно очень относительное, да, и поэтому хочется как-то детализировать, какие вообще существительные синонимы и факторы применимы к критерию хорошей страны. И я для себя вычленил где-то пять критериев. Давайте загибать пальцы. Во-первых, это страна, где у всех абсолютно есть что есть. То есть есть еда, то есть продовольственная безопасность. То есть это страна, которая может безусловно, даже пусть бесплатно, прокормить своих граждан. Следующий пункт – это страна, которая лечит своих граждан. Страна, где все хорошо с медициной, и страна, где, в принципе, ты можешь рассчитывать на медицинскую помощь. Притом хорошую, качественную и квалифицированную. И чем лучше, чем выше уровень этой самой медицинской помощи, тем, на мой взгляд, страна лучше. Загнули второй палец. Следующий пункт – это образование. Потому что образование – это такой нормальный, мощный социальный лифт. Это то, что позволяет вам больше зарабатывать, в конечном счете. Это то, что позволяет вам получать новые знания, и эти самые знания реализовывать. Это то, как я вижу. Конечно же, есть и другие точки зрения. Но, тем не менее, доступ к хорошему качественному образованию – это тоже третий пункт хорошей страны. Наконец, последние два пункта, они такие более дискуссионные. Четвертый пункт – это общая безопасность. То, насколько вам, в принципе, комфортно находиться в этой стране. То чувствуете ли вы угрозу своей жизни здесь или не чувствуете. И поэтому критерий общей безопасности, ощущение этой безопасности, его можно двигать в зависимости от того, первый пункт, второй пункт, входит ли в понятие безопасности безусловная еда, безусловное продовольствие или медицина. Но вот я его вынес в отдельный пункт. И пятый пункт отдельный, тоже дискуссионный – это пункт о перспективах проживания в этой стране. Иными словами, когда ты живешь в стране, работаешь и понимаешь то, что ты ходишь на работу, и вот эти все твои усилия, которые ты предпринимаешь, они в конечном счете приводят к тому, что ты можешь, не знаю, купить себе квартиру, можешь сделать какие-то сбережения, положить деньги на сберегательный счет и обеспечить себе хорошую и достойную старость. Ну, как вариант, да, то есть это вот первая перспектива. Или, например, ты живешь в стране, зарабатываешь, получаешь образование и становишься востребованным специалистом не только у себя в стране, но и в других странах мира, ты можешь поехать туда и реализовать себя там, если ты этого захочешь. И так вот можно натягивать эту ситуацию, да, ситуацию по перспективам в разные стороны жизни. И в принципе она, как мне кажется, довольно адекватная. Итого у меня получилось пять критериев. И вот по каждому из этих критериев хочется особенно пройтись в контексте страны, которую мы с вами сегодня препарируем, а именно Аргентина. В принципе у Аргентины есть очень хороший задел на тему безусловного доступа к еде. То есть здесь действительно есть бесплатные столовые. Другой вопрос в том, что пока что эти самые бесплатные столовые и в принципе еда, которую там поставляют, она очень низкого качества. И хотелось бы, чтобы это все было приведено в какой-то божеский нормальный вид, чтобы это было, ну скажем так, чем-то соответствующим времени, 21 веку, да, и конечно же соответствующим стране, которая является большой и мощной агропромышленной державой, которая экспортирует мясо, сою, пшеницу и кучу-кучу всего остального, что употребляют люди в еду во всем остальном мире. И очень странно, когда здесь действительно встречаются случаи голода. Отдельно стоит сказать про вот эти вот самые случаи голода. То есть когда я начал разбираться о том, что такое голод в Аргентине и как он устроен, я несколько удивился тому, что это не тот голод в привычном нам понимании. Потому что в моем понимании, когда говоришь о голоде, сразу всплывают образы из блокадного Ленинграда, когда дети такие все худые, умирали просто от истощения. Нет, это не так работает. Действительно, здесь есть и детский голод, и есть обычный голод, но этот голод продиктован тем, что люди едят очень скудную еду, которая очень насыщена углеводами. И они не получают полный объем необходимых веществ и элементов для нормального развития непосредственно тела и своего организма. И вот это вот сейчас называется голодом. То есть в принципе это такой вот, знаете, голод, от которого, конечно, ты можешь умереть, но не от факта недоедания, а скорее от того, что к тебе прицепятся какие-то неприятные болезни, от того, что в принципе качество твоей жизни будет не очень высоким. И поэтому вот этот вот голод, он поменялся, он изменился от того голода, про который там говорят в учебниках истории про средние века. Это голод, это по сути побочное явление вот этого самого голода, скорее это небогатый, ненасыщенный полезными веществами рацион питания. И вот это большая проблема, с которой действительно текущим властям надо что-то делать, потому что здесь очень повсеместная вот эта вот вся история с быстрыми углеводами, с очень сахарной пищей. Здесь это одна из немногих стран, где до сих пор продается кофе с уже включенным туда сахаром. И реально местное население это потребляет. Это некоторое, ну это опасное на самом деле, это опасный напиток, и реально от него нужно отказываться. То есть, но если ты приходишь в магазин, то найти там нормальную пачку кофе довольно сложно. Там все кофе, преимущественно это кофе с содержанием сахара, уже включенным сахаром внутрь. И это большая проблема, так что здесь у аргентинца действительно есть большая база, с которой можно начинать работать, но вместе с этим есть и большая проблема. Это структура потребления людей, которая здесь вот сложилась годами. И эту структуру потребления нужно менять, ее нужно срочно, с ним нужно что-то делать, ее нужно оздоравливать. И сейчас действительно нужно проводить глубокие реформы, реформы того, что мы называем общественным питанием. Вводить нормы потребления, может быть что-то запрещать, может быть что-то регулировать. Но в целом вот то, как оно есть сейчас, это действительно путь к трагедии и путь к сокращению уровня жизни, который здесь в принципе довольно высокий. Благо первой хорошей, реально хорошей ласточкой к началу мая стало снижение цен на базовые продукты. Здесь ощутимо отскочили или скорректировались цены на такие вещи, как сахар, мука, подсолнечное масло и ряд других наименований, которые используются при производстве других продуктов питания и в целом формируют основной массив цен на продуктовом рынке. Так что это действительно первый знак того, что программа Милея по трансформации страны, по его реформам, она работает. То есть вот сказал человек, что в апреле и в марте будет плохо. Так оно и было. Действительно здесь были довольно сложные два месяца, сложные в контексте потребления. Многие люди стали абсолютно менять свою манеру потребления, стали меньше покупать, стали меньше есть. Действительно аргентинцы стали меньше потреблять мяса в эти месяцы. И сейчас мы видим, что в мае из-за того, что снизилось, существенно снизилось потребление, магазины перестали продавать товары. Они были рыночно вынуждены опускать цены. И это действительно очень интересно и любопытно. Это подтверждение того, как реально работает рынок. Если у тебя никто и ничего не покупает, что ты будешь делать? Ты будешь опускать цены. И это ровно то, что мы здесь и сейчас видим. Я выражусь так. Это действительно прекрасное явление. Это действительно замечательно и действительно хорошо. Поэтому это действительно дополнение. Это действительно подтверждение того, что тот курс, который взял Милей, он в целом правильный и имеет право на существование. Я не говорю о том, что у него все идеально и все замечательно, но похоже на то, что в целом движение правильное. Следующий аспект, который тоже надо разобрать, это аспект с медициной. И с тем, что происходит вообще здесь в сфере с медициной. Благо тоже были крайне любопытные новости и крайне любопытные подвижки. Президенты Аргентины, да и вообще аргентинскую власть подвергли критике. В силу того, что они где-то в конце апреля начали обязывать фирмы, которые предоставляют здесь услуги по медицинскому страхованию, обязывать, начали обязывать снижать цены. И в чем причина вот этого, скажем так, гонения на власти, в чем причина всех претензий, что это не рыночный инструмент, что это довольно плохое занятие, если ты называешь себя либералом-рыночником или там либертарианцем. Но оказалось, что действительно имел место картельный сговор. И действительно некоторые компании, которые основные, не может быть много компаний, всего 3-4 компании, которые поставляют медицинские услуги. Компании-страховщики, такие как ОСДЕ, Swiss Medical и еще ряд других, они сговорились и вместе начали поднимать цены на так называемые полисы медицинского страхования. Действительно, вот эта медицина, она очень высокого качества. И на нее могут рассчитывать только люди из числа среднего класса. Люди, которые проживают за чертой бедности, могут рассчитывать только на публичную медицину. Они вряд ли могут позволить себе полис предварительного, предоплаченный полис медицинского страхования. Но и средний класс здесь действительно существует, и действительно он пользуется вот этими вот страховыми продуктами, и они крайне удобные. И больше того вам скажу, вот я сейчас сам на себе это проверяю, сам это прохожу, прохожу анализы и делаю всякие чекапы. Стоимость медицинских услуг здесь, в Аргентине, она колеблется где-то от 100 до 150 долларов в месяц на одного человека. В принципе, это нормальный, хороший повсеместный ценник, если даже не низкий ценник, потому что в странах Европы страховка может стоить еще дороже, и вряд ли большинство людей может себе ее позволить. Но в Аргентине пока что ситуация крайне любопытная, и действительно медицина здесь крайне доступна, хорошая медицина. Если мы говорим про публичную медицину, то там есть свои проблемы, и там действительно нужны реформы. То, что сейчас здесь называется публичной медициной, это, к огромному сожалению, не самое лучшее, не то, чем можно гордиться. Если мы сравним две разных медицинских клиники в той же России, где довольно хорошая бесплатная медицина, и в Аргентине, то, безусловно, даже в российских регионах бесплатная медицина местами будет лучше, ну или плюс-минус на одном уровне с аргентинской. Это уже хорошо, потому что, например, в Европе как класса бесплатной медицины в принципе нет. Там есть миф о том, что она есть где-нибудь в Хельсинки, в Финляндии, но на поверку оказывается, что тебе в конце месяца все-таки придется заплатить за те медицинские услуги, к которым ты прибегал. Поэтому здесь есть два важных направления. Первое – это то, что надо делать. Надо реформировать эту публичную медицину. И второе – действительно нужно как-то сохранять вот этот нормальный уровень доступной медицины для среднего класса и по-хорошему сокращать уровень бедности. Если сократить уровень бедности, то эта вот вся прослойка бедных, она естественным образом сможет купить себе вот эту предоплаченную медицину. И, собственно, главная новость в сфере медицины в апреле, она заключается в том, что действительно страховые компании снизили в итоге цены под давлением государства. Государство увидело в этом картельный сговор и выступило против увеличения цен. Так что нельзя сказать, что милей какой-то совсем отбитый, сумасшедший, который будет делать все, что угодно и не смотреть на мнение общества. Общество возмутилось тому, насколько сильно подорожало это медицинское обслуживание, выступило с этим недовольством. И, как следствие, власти отреагировали, заставили компании снизить вот эти вот самые пошлые. Что это было нерыночно? Да, это было нерыночно, это плохо, это действительно упрек. Но в таких вот экстренных условиях, когда у тебя происходит шоковая терапия, иногда подобные меры возможны. Я не говорю, что это хорошие меры и что это правильные меры, но, в принципе, я понимаю их причину. И я понимаю, что, скорее всего, это было сделано, скорее всего, это было просто продиктовано временем. И, на мой взгляд, это то, что надо было сделать. Образование. Образование – это тоже один из важнейших критериев хорошей страны. В Аргентине на сегодняшний день образование бесплатное. Здесь существует очень широкий дискурс, и здесь очень сложно как-то оценить, правильно ли сделал Милей или неправильно. Я лично считаю, что это можно было и нужно было делать по-другому. То, что в конечном счете скажется на рейтинге властей и команды Милей, и скажется в негативную сторону. Милей выступил открыто против устоявшихся традиций. И очень важно понимать, что в Аргентине бесплатное образование – это больше, чем образование. Это традиция. И как бы мы не воспринимали плохо или хорошо, или мы сторонники, мы часть другой культуры, как ни крути. И вот как бы мы не воспринимали тот факт, что образование здесь безусловно бесплатно, и ты даже не можешь заплатить за него деньги, если хочешь. Вот как бы мы это не воспринимали, все-таки для местных жителей это некоторая база, с которой нужно очень аккуратно работать. Если ты решил изменить здесь бесплатное образование, то это надо сделать очень аккуратно и сделать так, чтобы все, ну или хотя бы большинство были на твоей стороне. И у Милея, на мой взгляд, это сделать не получилось, потому что одним из самых больших митингов и выступлений против Милея за последнее время был так называемый вот этот вот мега-аргентинский сход сторонников бесплатного образования. Те, кто встал на защиту УБА, это главный университет Буэнос-Айреса, и вместе с ними вышли все-все-все вузы страны, и во всех городах это было. Но, конечно же, самое яркое было вот прямо сейчас перед вами на вашем экране демонстрация в городе Буэнос-Айрес, столице Аргентины. Там какое-то нереальное количество людей вышло, и, конечно, там были все флаги, многие там говорили, что мы тут просто так за компанию. Как бы то ни было, студенты – это мощный ядерный электорат, это люди, которые действительно живут сейчас, и судя по демографической картине Аргентины, студенты – это те, на кого можно делать ставку и с кем нужно работать и нужно вести диалог. И настраивать против себя этих студентов – это так себе идея. И, на мой взгляд, у Миле как-то не очень получилось конкретно, ну, не то чтобы пресечь эту демонстрацию, но не очень получилось найти расположение вот этих вот всех студентов, которые не понимают, почему у них хотят забрать вот это вот бесплатное образование. А то, что на стороне студентов есть такая вот прослойка абсолютно упоротых наглухо марксистов, троцкистов и прочих коммунистов, которые по какой-то странной причине оказались здесь, но, впрочем, здесь кого только нету, да, и очень, кстати, рекомендую посмотреть на состав аргентинского парламента. Это вот автор замечательного телеграм-канала VLLC, Viva la Libertad Carajo, Евгений, он был в одном из стримов, делает такие вот выкладки, и вы можете посмотреть, насколько там пестрая толпа в парламенте, насколько там огромное количество депутатов самых разных фракций. Там есть левые, правые, зеленые, коричневые, да какие хочешь. И, знаете, вот эта вот ситуация в политике, она ни на что не похожа. Она, ну, вообще несравнима ни с российской ситуацией, где есть вот эти вот какие-то странные партии, которые кем-то назначены, ни на американскую ситуацию, где вообще две партии, и в целом непонятно, нужно ли вот это вот, нужно ли это деление на партии, если у тебя их всего-навсего две. Это очень похоже на Европу, ну, и в целом на нормальный такой базовый плюрализм мнений, где реально любой человек может стать депутатом. Это очень круто, с одной стороны, с другой стороны, не без курьезов тоже, потому что своих жириновских и своих вот этих вот фриков от политики здесь тоже очень хватает, и они постоянно вот устраивают какие-то дебаты. Последние дебаты здесь проходили нон-стопом 30 часов, люди собрались в парламенте и 30 часов подряд обсуждали базовый закон, который Милей предлагает одобрить и пытается все еще провести. И пока что у него это не получается, все мы ждем 25 мая, когда должен состояться пакт вместе с губернаторами, и внимательно следим, вообще получится ли провести вот эти реформы, закрепить их в законах, или все это будет управляться вот так же, как сейчас, довольно шатковалка. Но, тем не менее, куда-то оно все едет, поэтому мы об этом и говорим. Ну, а что до бесплатного образования, то уже анонсированы меры по аудиту, то есть по проверке всех финансовых поступлений вот этих вот бюджетных огромных мегавузов, таких как УБА и ряд других вот тоже мощных провинциальных центров. В принципе, здесь все гордятся тем, что они вышли из публичных университетов, это и вице-президент страны, и многие-многие другие. К сожалению, это не относится зачастую к деятелям от оппозиции, которые заканчивали коммерческие вузы, они здесь тоже существуют, вот. И если вам интересно подробнее, как устроено здесь образование, пожалуйста, подписывайтесь. У нас есть группа «Аргентина учит», там есть замечательный чат, и около 800 человек уже интересуются этой темой и исследуют то, как здесь устроены процессы в вопросах образования. И, кстати, поступить, учиться может любой желающий. Вы можете приехать сюда, сдать так называемый подфак или пройти другие испытания. Все, что вам нужно для того, чтобы учиться в Аргентине, это знание испанского языка. Поэтому учите испанский язык, достаточно уровня B1-B2, и приезжайте, учитесь, осваивайте новые профессии, которые, кстати, будут даже востребованы. Тысячи бразильцев, которые здесь получают медицинское образование, не дадут соврать. Они приезжают каждый год с завидной регулярностью, получают здесь диплом, и впоследствии преподают у себя или, там, не знаю, практикуют у себя в Бразилии, где-то еще в других странах, получают огромные, хорошие, конкурентные зарплаты. Так что, если вы ищете, где учиться, и в том числе бесплатно, пожалуйста, Аргентина будет вас ждать. Безопасность. Это тоже одна из причин, которую мы рассматриваем среди признаков хорошей страны. Возвращаемся вот к этому определению, что есть страна хорошая. И вот безопасность, она крайне неоднозначная, как я уже говорил, крайне спорная такая, спорная-спорная штука, потому что действительно Милей делает что-то в вопросах безопасности. Там есть министр Булрич, который постоянно выкладывает у себя видео, как она в очередной раз и в очередной день задержала человека с какими-то наркотиками или какую-нибудь преступную группировку. И все это, конечно же, похоже на то, как она черпает таким вот ложкой море. То есть, как будто бы не видно конца этой работы и не видно то, почему вот эта вот проблема безопасности будет закончена. Тем не менее, Аргентина анонсировала очень важную вещь – это покупка истребителей F-16 у Дании. Надо сказать, что вообще вопрос покупки этих истребителей, он прорабатывался еще прошлыми властями. И Аргентина была заинтересована в том, чтобы закупить какие-то вообще средства обороны у каких-то других стран. Но поскольку сейчас курс явно такой про-натовский, про-сша, то сейчас Милей был очень рад тому, что вот эта вот наработка прошлой власти сохранилась, и то, что есть возможность реально заключить сделку о поставке сюда истребителей F-16. F-16, которые, кстати, поставляют сюда из королевства Дания. И тут тоже очень много интересных аспектов, почему именно Дания, почему они едут сюда, и вообще зачем они нужны в условиях огромного колоссального кризиса и чего-то остального. Но причина, как мне кажется, она вообще, она сложна для понимания реально, но она есть. И вы можете видеть ее на своей карте. Вот посмотрите сейчас. Это Аргентинское море, которое бороздят китайские рыболовецкие суда. Да, это что-то поразительное, потому что там вот ровно на границе нейтральных вод с Аргентиной находятся сотни каждый день рыбачащих рыболовецких китайских судов. Это такие фабрики плавучие, которые ловят рыбу и сразу же ее перерабатывают, морозят, там консервируют, делают что-то еще с ней. Но, в общем, это некая флотилия, которая черпает ресурсы, которые реально принадлежат Аргентине. И Аргентина ничего не может с этим поделать. Туда может приплыть абсолютно любой корабль и начать там вести свою хозяйственную деятельность. Но самое страшное, что Аргентина никак не может контролировать свои границы. То есть, например, если какой-то из этих китайских рыболовецких судов решит выключить свой транспондер и свои опознавательные знаки скрыть, оно может спокойно плыть в сторону аргентинских вод и рыбачить там. И, конечно же, все мы прекрасно понимаем, что прямо сейчас с высокой вероятностью именно так и происходит. И, согласитесь, возникает ли у вас желание делать так, когда ваши границы могут патрулировать, может быть, и не самые новые, но все равно хорошо вооруженные истребители F-16? Если бы я был простым китайским рыбаком, то, наверное, я бы предпочел лишний раз об этом подумать. И в целом, в контексте этой сделки, в контексте вообще вот этой всей ситуации, я прекрасно понимаю, зачем эти самые F-16 нужны. Потому что, да, окей, сейчас Аргентина в той или иной форме, по большей степени в форме дипломатических усилий, потратит что-то для их приобретения. Потому что в контексте денег эта сделка, она рассчитана до 28-го года, и каждый год она будет там актуализироваться, там какие-то транши переходят. То есть это не то, что ты взял сейчас кучу денег и потратил, нет. Это какая-то отсрочка платежа, и самые-самые главные затраты там пойдут, когда непосредственно пойдут боеприпасы, то есть когда пойдет их обслуживание. И вот на обслуживание действительно Аргентина потратится уже по факту того, когда эти истребители будут находиться на ее территории. Пока что это все некий разговор о будущем и некоторая такая демонстрация своих намерений. И в целом это хорошо. И тоже говоря про безопасность, нужно говорить еще про безопасность не только от внешних каких-то противников, но еще безопасность внутреннюю. И вот эта вот самая внутренняя безопасность, это то, чем сейчас занимаются, например, мэр города Буэнос-Айрес, и тоже вот зачем-то делает совершенно неоднозначные меры. Был дикий скандал в апреле, то что мэр Буэнос-Айреса вдруг решил убрать всех бомжей с улиц и куда-то их переселить. Конечно же, все возмутились, и, конечно же, это такое странное решение. Ну, то есть странное оно в контексте современного гуманитарного права и вообще человеческого отношения, потому что, чтобы убрать бомжей с улицы, тебе, наверное, все-таки нужно поменять экономическую ситуацию, и тогда их действительно станет меньше естественным образом, чем если ты пойдешь к ним с какими-то силовыми решениями, куда ты их решишь устранить. Кажется, что Аргентина идет сейчас просто во все стороны в этом направлении. Она, с одной стороны, увеличивает количество полиции, она постоянно проводит какие-то тренировки, но и делает какие-то вещи, направленные на улучшение экономической ситуации, которая реально может позволить вот этих вот самых бомжей с улиц Буэнос-Айреса и других городов просто-напросто убрать. Посмотрим, что получится. Но пока смотрим, есть еще один критерий хорошей страны, который у нас остался напоследок. И это самый интересный, самый сладкий и самый, на самом деле, сложный для понимания критерий – это перспективы страны. Какие они? Уже в мае, если даже не в апреле, Аргентина ждет однозначных цифр по инфляции в месяц. И это реально круто, даже несмотря на то, что Аргентина сейчас абсолютный мировой лидер по показателю инфляции ежемесячно, ежегодно, неважно. Она еще будет этим лидером, и к этому надо приготовиться, к этому надо спокойно совершенно относиться. Самое главное – это вот эта самая тенденция, что инфляция реально снижается, резервы, как вы видите на экране, они растут, они перевалили за отметку 30 миллиардов долларов, профицит бюджет страны впервые за долгие годы, страна больше зарабатывает, чем тратит, и, внимание, следствием вот всей этой экономической политики, которую я, безусловно, могу охарактеризовать как крайне успешную, следствием этого стало 28 тысяч, 28 тысяч заявок с момента анонса, с момента анонса, 28 тысяч заявок на получение ипотеки в Аргентине. Долгое время этот инструмент, ипотека, был просто недоступен. Во время Фернандеса из-за вот этого вот безумного скачка валют, из-за того, что там происходило постоянно какое-то, как тут говорят, киломбо, какой-то бардак вообще в финансах, было невозможно взять себе ипотеку, было невозможно фактически купить свое собственное жилье здесь. И прямо сейчас на наших глазах Аргентина становится страной, где любой мигрант, который проживает здесь два года, получает гражданство, не знаю, открывает какую-то микрокомпанию, свою лавочку, неважно что угодно, начинает здесь работать, платить налоги, любой человек может рассчитывать на получение ипотечного кредита и покупку собственного жилья. Это великолепно. И, конечно же, конечно же, ну вот тут просто тоже надо понимать, что в связи с вот этими всеми изменениями Аргентина, безусловно, будет ужесточать свои миграционные вот эти все ворота, будут они закрываться, будут закрываться миграционные двери, и тут уже кто успел, тот и съел, кто успел, тот и приехал. Потому что, да, действительно, ставка на Аргентину, она довольно рискованная. Но если вы успели, если вы успели сюда приехать, если вы успели получить здесь хоть какой-то документ и начали здесь какую-то деятельность, начали здесь адаптироваться, то вам впереди начинает светить очень интересное будущее. А именно, вы можете купить свое жилье, вы можете рассчитывать на образование, вы можете рассчитывать на безопасность, вы можете рассчитывать на безусловную еду, и вы можете рассчитывать на хорошую медицину. По-моему, все, что происходит и все, что я вижу, крайне позитивно. Понятно, что куча моментов, которые еще требуют работы, куча моментов, которые не идеальны, и такие моменты будут всегда, но кажется, что реально становится лучше. Если считаете иначе или также, пожалуйста, оставьте какой-то комментарий, буду вам признателен еще раз, если поделитесь этим видео с вашими друзьями. С вами была Южная Америка на русском языке. До новых встреч. Пока.